Дальше. Возвращаемся в сад. Учеба есть учеба. Значит, я железо утверждаю, что вот эта ветка слева. Видите? Что она дереву нужна. Она подвойная. Прививка где-то чуть-чуть выше. Я не могу, хотя следов прививки нет, это королевский абрикос, роскошный. Следов прививки нет, но это благодаря искусству. А это уже точно снизу. Почему? Я всегда смотрю, то ли бывает, даже такая, бывает все-таки выше прививки. Уж больно низкая прививка. Или химера. И я всегда оставляю первое. Я хочу узнать, химера или нет. Я на прошлом показывал уже химеру. Вот растет непонятно, то ли ниже прививки, то ли выше прививки. А плоды и не 80 грамм, 90. И не 20 грамм, а 40. Но любая, если каким-то образом рот ей продлить, снова прививать, мы можем как бы чего-то достичь. Необычного. Сколько я вам показывал необычного? Так? Что для этого мы должны делать? Мы должны оставить его в покое. Раз. Второе. Эта ветка нужна дереву для того, что когда она покроется листьями, она будет кормить корни. Она будет производить в листьях глюкозу и кормить корни. И вот эти дамы-тимирязи, которые говорят, отрежьте нижнюю ветку до 50-90 сантиметров, то есть до сюда. У меня нету тут веток, но я не виноват, я их не отрезал. У меня не затолклили. Нет у меня. Вот. Если бывает ветка, она еще отсохнет. Бывает. Отрезаю, но не оставляю вообще. Пенечек все равно. А здесь эта ветка обязана жить. Не просто может, обязана жить. Мы можем увидеть какие-то необычные плоды. Есть и химера. То есть ниже прививки, я вот этот корняшки мог облагородить. А потом можно с облагороженной взять веточку и снова привить. Ну разве не интересно? А вот это мне умиляет. Вот это, посмотрите. Верхнее сердце, да? Смотрите, вот это вот. Кстати, я пробовал курсор сделать. Кто-то из вас советовал. Больше сделал. Начал останавливаться это. Через 10 минут за раз останавливается. Вообще замирает весь компьютер. Потом я в ужасе перезагружаю. Вот. Больше не рискую. Так что курсор больше сделать не смог. А вот это просто интересно, да? А почему интересно? Ну это уж точно приводит. А что же он даст? А если это почка дала? А если это не так я выразился? Не почка? Это может быть почка. А если это клетка дала? Тогда это будет нечто интересное. То есть мы можем ждать разные вещи на одном и том же дереве. Там вверху одни плоды. Вот здесь вторые плоды. А вот здесь третьи плоды. Я не знаю, как вам. Мне интересно. Вот я вам показывал третий этаж. Я на десятках деревьев сделал третий этаж. А вот это вот принципы обрезки. Это та самая. Да, сейчас я позорю Тебеевскую Академию. Я говорю. Значит, у нас страшная ошибка. Невероятная ошибка. Все ваши выпускники, вот эти вот. А потом, помните, я еще фамилию называл. Как копнешься, режься, режься, режь. Летом, режь, осенью, режь, зимой. И опять же, выпускник с этими развитием. Ваши преподаватели это придумали. Ведь кто-то это же на вашем сайте разместил, вот это. А теперь смотрим в крупный план. Я не могу успокоиться. Я буду же навоевать с вами. А, вы первое начали. Что, мой брат, с чего началось? Сказал, пожалейте, не отрезайте эти скелетные ветки. Это страшная ошибка. С чем мы его смешали? Человеку с больным сердцем, который искренне от души сказал, не режьте нижние скелетные ветки. Ну, и что вы добились? Начал с вас, перекинулся на эту. Вижу, что у вас такими сделала темирязь, как дедник. Вот, читайте. Ох, ижиом, сыха, темирязь. Я ничего не выдумал. Это не я же нарисовал это. У дерева нет ни одной лишней ветки скелетной. Не скелетные. Не волчковые. Любые. Растут вниз и пусть растут. Сколько я нагляделся на деревья, у которых ветки растут вниз и растут и плодоносят. Зачем их отрезать? Что вы сама сошли? Один идиот в 18-20 веке это придумал. И пошло, поехало. А сами-то, ну, возьмите, подойдите к дереву, посмотрите, какие ветки плодоносят. Я вам показывал целые деревья, где плодоношение только на кончиках веток. Я вам показал десятки этих материалов. И опять же, доктора, кандидаты и прочие профессора. И везде, всюду укорачиваем, отрезаем, укорачиваем, отрезаем. Я показывал целые деревья, где сотни, первое, второе, третье плодоношение, сотни веток, цветы и плоды, явно не игруши. Только на кончиках веток. Вот здесь вот, все вот здесь вот. А вот здесь ничего. Ну, надо же маленько соображать, чем вот это хернее заниматься. Ну, да получается, что позорим. Я рад бы не позорить. Я бы с ними подружиться. А как? А вот тебе резюка возьмет, напишет мне, Константинович, давайте так, вы что-то поняли, мы ваши материалы посмотрели, мы устроили внутри, мы за собой все конференцию. Мы разобрали все ваши случаи. Нам пришлось на это потратить на полгода. 180 с лишним этих. Удажаем минимум на три. 500 часов, 600. Мы признаем, что вы учили не так, не тому. Вы убираете все это, что нас позорит. Мы делаем новую программу на основе ваших этих. Мы даже вас упомянем там где-то. Мы вас возьмем в сообщники. Потому что мы приедем к вам, мы соберем ваш материал, мы вам заплатим. Вот. Во всех работах вы будете там вторым, третьим, пятым. Я, кстати, не против, я не захочется любивать. Мне за страну обидно. Довели ее до ручки. Вот эта подлая вещь мы убираем. Больше никогда вы не увидите. Вот. Это продажный. Я ей просто хватаюсь. Билет о том, что здесь получилось так. Ну, это показываю. Потом они зацвели. Потом где-то. В общем, я еще раз показываю. Потому что еще не кончилась продажа. Я должен сыну помогать. Как я помогаю? Это дорогие вещи. Он может быть даже две тысячи стоит. Но их уже практически нет. Вот так. Он не может много поливать. То магазин открыл, банкрот, то это. Деревня, ни у кого денег нет. Вот. А вот это вот дешевый. Самое левое, вот это может две стоить, а самое левое может быть пятьсот. Почему? Кареватая. Я таки подсказываю, какие примеры. Вот это вот переросток, видите? Тут не такой принцип, чем больше, чем дороже. Наоборот, раз уж не удалось продать там году. И вот я, наконец, моя машина. Я говорю, ребята, пятьсот, 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 пятьсот. Итого две тысячи. Учитывая, что я сам их отрезал. Видите, видите, это я обрезал, да. Они еще два раза. Я отрезал где-то посередине. Они еще мощнее. Вот я отрезал. Тут пятьсот берут. Горшок гарантия, что они не погибнут после посадки. Вот только подовольны. Сколько надо будет, столько нестил распустят, учитывая возможности корней. Приживутся, куда они денутся. Вот это учеба из учебы. Вот это, например, я не сфотографировал дерево. Еще раз. Дар небес. Пришел у меня от свиря на Сволге, Царство Ему Небесное. Один из непризнанных гениев. Такие же, как Матинков. Вот. Это Сволге. Прекрасно плодоносит. Это дар небес. Ну, понятно, это морозобой, она страшнейшая. Еще раз. Я для чего использую эту фотографию. Посмотрите. Казалось бы, ему хана. Дерево взяло, выбросило боковую ветку, чистенькую, да? Еще пару веток здесь. Это все выше прививки. Все светит, все плодоносит. Сейчас я докажу. Но я на счет вот этой раны. Вот. Одна из страшнейших ошибок, то, что деревья пробуют лечить. После нож, стамеска. Все это вырезается, выковыривается. Как там пишут, да, чистого мяса. То есть, полностью. Одна. Когда вы видите вот это, видите, белое слева, белое справа. Все. Вот эта селедка, она как бы изолируется. Трогать ее нельзя. Никаких подходить не надо. Даже отщипнуть ничего не надо. Полностью и только стопроцентное самолечение. Сама себя вылечила. Ах, доказательства должны. Вот. Я еще говорю этим тебе же, как бы нельзя видеть свое дело. Смотрите. Узнаете, оно идет. вот это радость страшная. Вот все тоже. А теперь смотрите на приросты. Когда сужу, всегда по приростам. Видите? Это здоровое дерево, включая боковые ветки, они тоже цветут. Те, даже ветку замещения, вот они все цветут. Но она помирать не собирается. Она себя вылечила. Вот таких у меня знаете, сколько? Если брать злосы деревья, все они имеют порозобойную. Большинство из них от 15 до 30 лет по-сибирски меркам они долгожители. Ни одну не пробовал, не пытался лечить. Если бы лечил, ибо не было. Почему? Вот это как раз и нельзя трогать. Это святое. Не дай бог даже глядеть со злощи в сторону нельзя. Само, только само. Это звучит дико. Как так? Как нельзя стамеску и все это не это. А вот та искусственная рана. Будущая простолад. Естественно, раны лечатся сами 100%. А искусственная никогда. Сколько показывал разрез, видели? Я потом аганатом. Вот мы девчата знали бы, если бы поверили, если бы просто однажды проснули сказать, да что-то тут не то. И может быть так, его так поставить на самотек ассад жив здоров. Ассад и пофигу. Эти раны. Вот этот момент. Ну и вы скажете, а вот где-то при Балтике очень сыро. И эту рану разъедает. Там мы возьмем пуз лада, пусть в Сибири тут сухо. Здесь волос ниже. Тут вы конечно правы у вас наблюдение на сотнями когда-то на тысячами. А там мы возьмем Прибалтики дожди, дожди, дожди. Вырежем и плотно замажем там кузбас лаком, лаком, мастикой. Это самое коровим дерьмом найдем свежий, чтобы запах было. Коровим дерьмом крупнейшие специалисты коровим дерьмом учат. Я ничего не выдумал. Сколько я морда и тыкал. Ваши кстати их вот это вы скажете там надо иначе если не заделок. Так вот если вы это все заделаете лишите воздуха вот тут и начнется смерть. Так вот где таилась погибель моя. Когда перейдет вот это здравый смысл вернется. Сколько я уже таких приемов десятки покажу. Ошибки страшные. Еще одна. Сейчас я ехал в город в панике. Знаете почему с деревни? Город заволокло дымом страшным быстрым дымом. Сгорел горел где-то рядом какой-то зарочи. Пока тебе потери не скажут мы не знаем. Прилетели вертолеты махом погасили. А только общение было город будет эвакуировать. Потому что клубы дыма разрасталось такое что творилось заволокло все там в деревне все было в дыму. А я еще раз говорю есть две причины. Одна технологическая одна природная. Нельзя это я через забор подогатировал. Нельзя брать грабли. Нельзя лишать деревья еды. Нельзя 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 они плохо растут. Они это самое я для соседей не авторитет. А вторая беда ну не я придумал сжигание. Это было в книгах в усердниках. И по всей стране полыхают эти деревянные дачи. По всей стране люди горят. Леса горят. вот сегодня у нас второе число. Кто-то был сильный ветер суш невероятный дождей уже давно нету не позже когда был дождь и полыхнуло где-то в районе я не знаю там может половина я уже выгорела но вертолеты поработали потому что смотрю очистилось небо. Ну а это то можно отменить сжигание. Самые умные говорили делайте компост возвращайте. Да не надо возвращать оно вот зачем вот это было собирать чего возвращать пусть оно тут и лежит по всему городу дурная работа зачем скверах это вот должно быть красиво город тысячи тысячи квадратных десятки сотни тысяч квадратных метров и каждый грабельками столько сил труда не производить для ненужной работы лишить дерева еды вот давали установку так бригада двух 50 человек бригада двух работает за двух значит так сегодняшняя ваша задача поставлена задача руководством ЖЭКа мы сегодня идем для это самое отнимать пищу у деревьев вот потому что они смотрятся некрасиво глупо лучше бы так может быть тогда действительно 50 работал за двух так еще фотография совсем маленький перерыв мне надо пойти налить себе что-нибудь так сейчас я приду сейчас я приду 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 в общем трехминутный перерыв потому что горло пересохло много пересыхает горло а ну потише там хорошо все хорошо все все Продолжение следует... Продолжение следует... На культурных абрикосах привил мои сливы венгерки, подчеркиваю, на культурные. У него теплее, у меня зацвели, начали зацветать абрикосы, фотографию покажу. Я говорю, он все дозвонит, я говорю, Леня, я к тебе еду завтра репортаж делать. Показать абрикосы во всех корчанах. Он говорит, поздно они уже отсвели и осыпались. Зато персики у него теперь святут. А у него персики еще даже не начинали почки укрупняться. Вот что значит микроклимат. И у него получилось на абрикосах культурных такие роскошные привиты в земле. Такие роскошные сливы венгерки. А в таком количестве, думаю, ну все, увольняюсь, пусть сегодня лекции читают. Ну что это такое? Обошел меня как мальчишку. Мне бы в голову не пришло. Но у него теплее. Ну ладно, думаю, попробую третьим этажом. Вот уже второй год вот так плеваю. Ну и второй, ради чего думаю. Хочу задержать святение абрикосов. Конечно, не сейчас. Не сейчас. А почему не сейчас? Потому что тонко от них. А вот когда подрастут такие прививки скелетные, а мне их много, вот тогда буду смотреть, отодвигают святение попозже или нет. Вот. Ну у меня вот 27-го, меня спрашивали, когда у вас святут абрикосы? Вообще-то обычно на День Победы. В этом году, аномально ранняя весна, 27-го уже почки набухли, а сегодня уже засвели уже по-настоящему. Вот это все мы потом для, как сказать, просто для людей, ну, не садоводство это, а просто интересно тем. Вот. Потому что для меня вот это вот, да, когда нет ничего, а потом вот все сразу раз, откуда оно взялось, а никто не знает. Ну, понимаете, я просто не хочу быть скотиной, животным. Ну, не хочу. Хотя говорят, что вот это самое, человеку можно пересадить сердце от свиньи, значит, мороз свиньи. Но все равно, согласитесь, что вот так вот, ни с того, ни с сего, да, когда нет ничего, а потом вдруг все это внезапно появляется, объяснить это ничем невозможно, так? А объяснить можно так, что сейчас, если я начну об этом говорить, половина отключится. Потому что в девятнадцатом веке уже тогда были у нас прекрасные, гениальные ученые, но они видели то, что видели. Я сейчас наберу разрез почвы, фото. И вот она, передо мной тысячи, по-моему, там 4 миллиона. Это же ни один не мог, и не мог он ни один ученый видеть то, что я вижу. А если я еще, как минимум, не глупее их? Почему я тогда должен так думать? Вперва, в начале было сделано несколько открытых. Уже решено, что эти молекулы случайно соединялись, соединялись, и появилась живая вдруг, ожила, хотя это невозможно. Я уже говорил, почему это невозможно. И настоящую причину говорил. Но уже после этого, когда сейчас гигантский материал, когда мне достаточно было одного дня, чтобы сделать первое открытие. Так. О том, что все начинается с биополя, которое наполняется этими самыми материальными частицами. Готового биополя, сложного биополя. Вот так и получается мгновенное заселение. Вот. Ну, это появилось потом, когда наука уже точно знает, что мы из грязных луж. А время-то не позволяет ничего этого. Меня вот это зло берет. Поэтому не я, а кто-то из вас, кто все-таки дойдет до ума. И учить буду детей по этому. Чтобы вот эту мышку нашим не называли на полной серьезе. Первым лекопитающим это наш прапрадед. Ну, ну, ни мозгов, ничего не было. Ну, понятно, что не было вариантов-то. Ну, в 21-м-то веке-то набираешь это там 4 миллиона, набираешь 4 миллиона, набираешь 4 миллиона вариантов. Копайся в этих, столько информации. Что эти в этом разбирались в почве почвоведы, а? Тебе резвие проще. Ему бы сейчас бы, да, как минимум бы, и он бы и это, в общем, отказались бы от этих самых. От этих. Да, ну, как же это у нас делать? Ну, конечно, у меня это обезьяна уже точно, у нее хвост у нас нет. Был, значит, какой-то предок общий. Копают, копают, копают. А современный череп-то, все свеженькие. Не было их, этих черепов. Ни один не нашли. Найдут зуб, потом говорят. Вот он, это, один зуб нашли. Сказали, что он человеческий. И развели целую историю. Теперь оказывается наше происхождение Сибири. Представляете? По одному зубу развели. А сколько этих дипломов, сколько этих самых диссертаций? Зуб нашли. А разве мог человек за 2000 поколений измениться? Потупеть мог. В 2000 поколений все были гениями. А потом год за годом, десятилетие, тысячелетие у костров. Плюс бубен. Ну, и все с нуля. Кругом разбросаны мегалитические, гигантские сооружения, покрытые этим самым мхом. Им десятки миллионов лет, когда даже вот этой мышки не было. Вот это еще на земле. А уже они были построены. Не замечаем, не видим, не знаем. Потому что все не вписывается в теорию. А мне надоело быть этим животным, которое это. Кроме инсильного самосохранения, отними кусок у другого, чтобы тебе это самое, не умереть с голодом. Я голодал неделю, две, три, четыре. Специально голодал. Полный голодок. Мне интересно было, когда я захочу съесть человека. Какой там на 20-й день это, покупал эти самые подарки и бежал на свидание. Глупости вот эти мы уже проходили. На примере груши. Груша имеет поначалу вот такую вот форму скелета. Так нет. Первый год. И форму корней. Видели, нет? Как легко догадаться. Так просто. Крона повторяет форму корней. Одну выкопал. Вторую, десятую, сотню. Тысячную выкопал. Уже счет пошел на эти самые. У меня на десятки тысяч этих. Ну я что, слепой что ли? Это просто постулат. Это даже не постулат. Это уже закон природы. Ну. И все видно, где сухо, где мокро, как, где чего. Форма листьев. Ну, видели? Крона повторяет форму корней. Корни повторяют форму корней. Крона повторяет форму корней. Почему? Потому что условия миллионы лет, один год за годом, выживали, выживали. Только те, которые вот тет-тет-тет-тет-тет и ниже, и ниже, и ниже, снасухо, все дотянулся. Закрепилось. Миллионы лет. Все по Дарвину. Все. Кто бы спорил-то? И тогда я провел свою работу. Господи, когда мне премию там вручатку какую-нибудь? Ну. Персик. Ну. Груша. Ну, неужели трудно видеть, что есть корень воду пьет, а корень, который пьет это? Это его рот, вот это. А вот это вот пить, а это и есть. Неужели трудно догадаться-то? Ну. Вишня. Семечковая. Это сколько трудов мне потребовало, чтобы найти доказательства своей правоты. Я копал, копал, копал. А вот яблони. Посмотрите, докуда я докопался. Видели? Это-то можно понять? Нет, что вы скажете? Нет, давай калечить. Ладно бы ты вот калечишь персики, да? Я бы еще показал свои персики. Ну, хорошо. Но зачем ты других-то этому учишься? Зачем твоему персику штамп, когда ему нужно к земле прижаться? Это же персик, он по всей России нигде места себе найти не может. Много вы знаете персиков по России? Ну-ка вспоминайте. Абрикос. Я уж время экономлю, я вам не буду пока корни. А, нет, покажу. Вот его кроны природные. Вот он так и растет. Груша. Абрикос и груша особо. Я сколько раз говорю. Привил. А она все равно в небо. У нее инстинкт срабатывает. Видите? Еще одна привитая. И опять в небо. Леет мотив темы. Подлейшая фраза. Выбираем форму кроны. Как можно выбирать форму кроны? Она уже выбрана. Даже привитые. Но бывает не всегда. Идем дальше. Крона с этого момента никуда не денешься. Любишься и женишься. Выражай это. Крону расширяет. Ну и пускай. Это сейнец. Дерево окрепло. Штамп заматерел. Задубил. Вот. Достаточно еще веток. Достаточно листьев. Заметили? Которые закрывают штамп от дождей. И здесь под деревом прекрасное. Существует. Уже широкое. А дерево надо развиваться как? Там под ним кормовая база. Та, которую со зверением любят уничтожать. Там кормовая база. Вот. И вот она со мной рассчитывает с этим урожаем. Соседу посадил. На тот момент дерево было 10 лет. Это старый снимок. Одно из детских деревьев, которые разверевшие соседа не дошли до него руки. Он их не успел искалечить. Одно из немногих. Пришла пора, крона раскрылась. Пришла пора, урожай, крона раскрылась. Пришла пора, ни разу секатором не поставил. Даже ветки с него на прививку не брал. Ну, ну что же, что еще надо-то? Такой черт, вы бы на выдумывали. Ну, вам-то нужны фильмы, вам нужны эти самые, как их называют, серебряники. А людей-то за что калечить заставили? Помните, начал я с того? Сема. Так он же взял взрослое дерево, нарисовал, а потом давай его калечить. Ну. Пришла пора, раскрылась крона. И дай бог, чтобы все в таких садах жили. А в этом году, господи, ну ладно, там, переживай, абрикосы попадут под забранных. А это куда я буду девать? Я говорю, девчата, может быть, на рынке с ведрами поторгуете? Никто не хочет. Это единственная ветка, которая спустилась в соседу через забор. То есть, таких четыре. Три на той стороне и одна на этой. Ну, они здесь в ведрах. На одной ветке. Сама раскрылась, сама раскрылась. Видите? А вот так готовится матышный сад. То есть, видите, перестали, вот еще слева, справа, справа. Ну, слева тоже. Еще пока не все продано. Еще пока не все выросло. Это, значит, питомник. Здесь тоже был питомник. Обратите внимание, вот толстенькое дерево. За ним метров двух-трех. И вот дальше трех. И слева еще ряд, еще ряд. То есть, деревья, часть из них перешел в разряд маточных. Оно уже планоносило. Яблоки распробовало. Ошибки нет. Теперь, с этого момента, сильнейшая обрезка. И она теперь будет служить маточным деревом. Да, всегда. Ну, на ближайшие 10-20 лет. Ну, а потом пила. Что делать? Старикам не везет. Вот это пример. Пожалуйста. Ну, это я показывал. Доклоните ветку. Будут расти вверх. Растут вверх. Клонить их, вырезать их нельзя. Почему? Прекрасные волчки. Прекрасные вертикали ветки, которые потом дадут урага. И вот я пишу. Для учебной программы тебе является как-то делать. Не зайдите. Я вам помогу программу составить. Я вам научу, как надо, чтобы студенту сдавать экзамен. И не надо никакой зубрежки. Потому что вот это схватывается на лету. Вот это вот. На лету. А зубрежка – это страшная вещь. Все забывайте. Тем более, когда нет, не практики. Ничего. Вот это для меня кошмар. Ужас какая-то. Вот стоит только начать резать или отгибать. И все, и прощай. Всю жизнь будешь колечить дерево. Не хрен был отгибать. Я назвал эту тему. Змея пожирает свой хвост. Видите? Сам себя загнал в угол. Ура! Дерево плотно все. Да ну, что я не буду носил, а больше, чтобы ты вверх не отгибал. Я бы не мои, 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 мои. Сейчас я когда показывал Тимошку. Ну-ка, 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 ну-ка. Когда я показывал Тимошку, не дошел или перешел. А, нет. Я хотел дойти за одной фотографией. Потому что у меня всегда это. Сейчас покажу. Кстати, ванжурские орехи. Дети заработали первые две с половиной тысячи. Вот. По пятьсот продавал вот эти анасадорны. Они выросли. Небольшие поколены. Половину денег осталось детям. Две пятьсот. Вот. Пускай почувствует. Лучше так, чем это. Дурака валять. Пусть лучше за деньги работает. Сейчас я покажу, покажу, покажу. Сейчас покажу. Тимошка заработал три тысячи. Вот на этих самых. На этих. На сеянцах. Можушка абрикосы. Вот. Соберу эту ведерко. Я им плачу. Куда деваться-то. Мне же самому собирать-то в России нет. Вот. Сейчас. 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 Это, кстати, варит двоюродная внучка. Сладкие абрикосы в саду, дедушка. Тот самый, дедушка. Юрий, который на три, на пять голов превосходит этих девчат и мирязевых. Вот. Все вина того, что он перешел на другую территорию, где учит убивать деревья. Сейчас покажу. А, вот. Вот смотрите. Единственный случай. Видите, на земле лежат яблоки. Вот, вот и на этом дереве. Вот. Я сам бы не делаю. Но они немножко сами получаются. И редко-редко. Вот. Сейчас в сад обойдите. Только вот эти два дерева, от которых ветки лежат на земле. Вот. И их приказано. Приказано десятки. Одна из. Учитывая перепечатания. Сотни авторов. Приказали уничтожить нежные скелетные ветки. Найдя такой повод. Жуткий повод. Яблоки будут лежать. Ну, яблоки там, бруши, понятно. Будут лежать на земле и будут гнить. Я вспоминал за счет 38 лет. Я вспоминаю, где у меня гнило. Один, два, три. Вот. Только вот здесь получилось. Так они же не гнилые. Они лежат. Они, да. Вы знаете, я всегда поражался. Были времена. Десять соток. И куда мы здесь с тещей, с бабушкой? Ну, куда? Мы копали и ценили грядки. Ну, десять соток было. Начинали с этого. И черный пар. Ну, куда деваться-то? Надо было и морковку, и лук, и картошку. Ну, что мы тогда делали? Нам тариф платили, жалкий, когда выпускали завод-то. Вот. Вот и подкормка. И мне яблоки и груши падали на грязную черную землю. Их есть было нельзя. Чуть проворонил абрикосы раз на черной земле. Вот это они имели в виду, что ли? Что саду должен быть черный пар. Тогда действительно как же? Будут гнить. А вы зарастите вот как здесь. И все. И ничего не гниет. Ни одно яблоко не сгнило. И повод отпилить нижний ветчий у вас не будет. Этого повода. Поняли? Подвращаемся к нашим этим. Вот это вот снипте современное. Я их делал всего полмесяца назад. Это одна моя яблоко. Посмотрите внимательно. Как получилось, что все вместе так перекорюжены. Вот так вот. А вот это еще круче. Видите? Еще раз в связи, когда вы вздумаете улучшать крону, запомните, что есть дерево сельцевое, его более-менее к вашим требованиям крона подходит. Даже какой-то есть штамп. Конечно, если 20 сантиметров, вы заставите еще 30 сантиметров отрезать, их заставляли, помните? Но это привитка привитая, то есть будущая ветка привитая в виде почки. Что из нее вырастет? Да хрен ее знает. А почему я должен ее калечить теперь? Все, что растет внутрь. Все, что растет вниз. Ну, все, что растет вверх. Все, ниже 50-90 сантиметров. Мы сейчас у вас сошли. Ну, давайте смотреть. Сейчас поймете. Я придумал такую фразу для вас. Я все время, мы сто раз об этом говорили. Я не могу успокоиться, потому что вы продолжаете черное дело. Чуть-чуть бы сказать, ну, что это мы поняли, в конце концов. Где-то выйдет там, допустим, мой брат возьмет, опять вырежет кусочек, скажем. Исакова и Медведева, выпускник сантиметров, и просвещается, например. По неволе кто-то и кто-то откнет этим личком красивым. По неволе. А я вынужден доказывать, доказывать и привожу новую фотографию. И все время, потому что по-другому нельзя сказать. Вы не правы, привитое дерево, кривое горбатое, после чего остается это лучше, чем его калечит. Лучше в такой растет. Нет, я должен доказывать, потому что, вот посмотрите на это дерево. Что я написал, смотрите внимательно. Потери ориентации. Вот причина вот этого, вот этого, вот этого. Что такое потеря ориентации? Засыпает наклонный. Пришла зима. Пусть она на боковой веске, да? Любая, возьмите за это. Все. Просыпается, а мы успели ее отрезать, пришпандолить. И вертикально, и если она пытается сразу в наклонку, вот как здесь. Здесь просто упущен момент. Я таких, в прошлом году таких было много. Ну, бывает в семье проблемы, знаете. Вот. Неком было выпрямить, подпорку сделать, выпрямить. Вот. И получается, засыпает наклонный, а просыпается вертикальный. Ах, бок захотел, а кол подвязал. А он выше опять полез в бок. Рядом второй кол выше подвязал. А надо и третий кол. Вот уже два метра, а он еще нарывит в бок. Может и четвертый кол. И, наконец, ровненькое дерево. Я вам примерно такие показывал. А теперь давайте еще посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok